Давайте сегодня поговорим о методе оценки качества сигнала, называемым глазковой диаграммой или глазковой, как угодно. Для этого нам потребуется STN32, RS485 и удлинитель, который будет имитировать линию. Как известно, экран осциллографа имеет некоторую инерцию. Если на него отправлять вот такую последовательность данных, то мы сможем увидеть сигнал, который действует в реальном времени, а также сигнал, который был некоторое время назад. И если мы будем отправлять последовательность постоянно, то сможем увидеть глазковую диаграмму, которая реально напоминает глаз, и она нам сообщит общую картину для всех состояний данного сигнала. На что следует обратить внимание при рассмотрении данной диаграммы? В первую очередь нас интересует ширина линии, верхняя и нижняя. Она зависит от количества шума в сигнале. Также нас интересует степень открытия глаза. Это расстояние от верхней линии до нижней. И он будет зависеть от того, насколько быстрый сигнал переходит из 0 в 1 и из 1 в 0. И может ухудшаться, допустим, из-за отражения сигнала от обратной стороны линии. Также нас интересует ширина глаза, а точнее ширина боковых полосок. Она зависит от дрожания сигнала в линии. Наш испытательный стенд состоит из STM32, которая генерирует нужную последовательность импульсов, микросхемы преобразователя 485 интерфейса, а также длинной линии, на конец которой мы становимся осциллографом. А еще мы добавляем тут терминирующий резистор. И степень его влияния на качество сигнала вы сможете увидеть своими глазами. Вернулись к осциллографу и видим всю ту же картину, нашу диаграмму. И в принципе сигнал довольно-таки неплохой. Но думаю, самые опытные из вас уже догадались, что сейчас используется терминирующий резистор. И вы будете правы. А что будет, если его отключить? Делаем это в прямом эфире и смотрим на качество сигнала. Как видим, шумов стало очень много. А это значит, что терминирующий резистор необходимо использовать в таких длинных линиях.